Здравствуйте, дорогие зрители! Отдел искусств предлагает вашему вниманию виртуальные видеоэлектории из цикла «Шедевры мирового музыкального театра», посвященной знаменитой опере Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Программа видеоэлектория приурочена к 265-летию со дня рождения знаменитого австрийского композитора. Вот уже более двух столетий «Волшебная флейта» считается одним из самых известных и успешных, и в то же время самых загадочных творений Моцарта. Премьера оперы состоялась 30 сентября 1791 года в пригороде Вены, примерно за два месяца до смерти композитора. Сам Моцарт руководил первой постановкой. Либрейтон написал немецкий театральный деятель Шиканедер, взяв за основу сказку «Лулу или волшебная флейта». Опера рассказывает о юном принце Тамино, которому нужно пройти ряд испытаний, чтобы спасти прекрасную деву из рук злого колдуна. В помощь юночи царица ночи дает птицелова и золотую флейту, звуки которой способны влиять на человеческие чувства, превращать горе в радость, вражду в любовь. В отличие от большинства других опер Моцарта, созданных по общепризнанным итальянским канонам, волшебная флейта опирается на популярные в XVIII веке традиции дзиншпиля, комической оперы с разговорными диалогами. Такие постановки пользовались большим успехом среди широкой публики. Вольфгангу Амадею Моцарту была близка философия просвещения, идеала братства и равенства, поэтому в опере композитор призывает к духовному совершенствованию, высказывается от вери в добро, от торжествия света и разума. Богатство музыкального языка оперы поражает. Наряду с интонациями, характерными для итальянской сцены, основу оперы представляют немецкие народные песни. Благодаря этому волшебная флейта считается самой народной из опер Моцарта, своеобразная попытка композитора создать немецкое простонародное искусство. Многие вокальные партии в волшебной флейте были написаны композитором для сильных голосов, поэтому и сегодня их исполнение считается одним из самых сложных в оперном репертуаре. Одной из самых известных оперных арий является ария «Царицы ночи» из второго действия. Ее исполнение является трудным в техническом и драматическом плане и требует большого умения и вокальной гибкости голоса. Среди наиболее известных исполнителей партии «Царицы ночи» Джоан Сазерленд, Натали Десе и Эдита Груберова. В России волшебная флейта была поставлена впервые в 1797 году немецкой труппой и неоднократно исполнялась в Петербурге и Москве в конце XVIII – начало XIX века. На русской сцене премьера состоялась в Петербурге в Большом театре в 1818 году с Елизаветой Сандуновой в партии «Царицы ночи». Опера, насыщенная сказочными сюжетами, диковинными животными и красочными пейзажами, позволяет постановщикам использовать декорации костюмы, отражающие таинственный, фантасмагоричный мир повествования. Дорогие зрители, предлагаем вашему вниманию оперу Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта» в постановке британского режиссера Дэвида Маквиквара на сцене Королевского оперного театра «Ковингарден» в 2003 году. Главные партии исполняют немецкий тенор Уилл Хартман, немецкая певица-сопрано Доротея Решман, британский оперный певец-баритон сэр Саймон Кенлисайт, в партии «Царицы ночи», великолепная немецкая оперная дива Диана Дамрау, дирижер сэр Колин Дэвис. Приятного просмотра!